привет youtube сегодня поговорим о том куда можно пойти войти постараюсь очень кратко и содержательно рассказать об основных позиций в команде и на проекте поэтому обязательно досмотрите это видео до конца будет интересно я думаю что у всех на слуху когда мы говорим об идти эта профессия разработчика программиста или и девелопера по сути это все одно и то же это специалисты которые пишут программный код и по сути создают все то что мы видим на экране а также то что остается внутри машины под капотом и позволяет нашим программам работ исходя из этого выделяют разработчиков фронт-энда то есть некой визуальной составляющей и разработчиков бэкэнда назовем это внутренностями нашей машины его программы свою очередь также выделяют мобильную и веб-разработку а также геймдев все будет зависеть от того что придется вам по душе и с чем будет работать ваша команда на проекте вообще в целом ваша компания также существует огромное количество языков программирования выбор которых будет зависеть от того фронт-эндом или бэкэндом вы будете заниматься в какой области вы будете трудиться и по хорошему по степени востребованности такого языка на рынке то есть перед тем как выбрать тот или иной язык программирования вам нужно провести ресерч свое исследование узнать какие языки востребованы чем бы вы хотели заниматься фронт-эндом или бэкэндом и уже после этого выбирать тот или иной язык программирования для изучения и для того чтобы в дальнейшем с ним работать обучиться на разработчикам можно в университете и в принципе это самая подходящая опция для этого опять же существуют различные курсы но смею вас заверить что за пару месяцев только на курсах хорошим разработчиком вы не станете а только сможете делать какие-то костыли в программном коде поэтому если вы выбираете курсы то помимо их вам необходимо перелопатить огромное количество литературы очень много практиковаться и опять же писать очень много строк кода то есть за пару месяцев стать разработчиком нельзя что касается плюсов данного направления то к ним можно отнести конечно же одни из самых высоких заработных плат в сфере эти и возможность быстрого карьерного роста опять же последняя опция актуальна для всех специальностей в сфере айти следующая профессия о которой я хотел бы вам рассказать это тестировщик также в интернете вы можете найти такие названия этой специализации как qc специалист quality assurance engineer у меня есть отдельное видео посвященное тому чем отличается процесс тестирования обеспечение качества и контроля качества если вам интересно то можете поискать в моей ленте и изучить это а я не буду более подробно сейчас на этом останавливаться просто имейте ввиду что в странах снг если мы говорим например о рынках беларуси россии возможно украины очень часто существует подмен понятий в этих трех процессов поэтому обычно могут написать просто quality assurance engineer имея ввиду обычного тестировщика поэтому не пугайтесь и по сути в описании вакансии в первом разговоре с рекрутером вам будет понятно вообще чем вы будете заниматься и действительно вы будете заниматься тестированием обычным либо же вы будете также отвечать за обеспечение качества также если вы хотите узнать о том чем занимается этот товарищ тестировщик на проекте что он должен уметь обязательно делать и какие бенефиты есть от этой профессии то переходите к моему самому первому видео где я подробно рассказываю об этом в двух словах это человек который отвечает за качество продукта и может тестировать как фронт-энд так и бэкэнд как и разработчик в зависимости от проекта тестировщик может заниматься мобильным или веб тестированием тестированием игр либо же тестированием каких-то стендалон приложений то есть наших обычных тест-топных приложений которые мы запускаем с рабочего стола например таким можно отнести skype если мы говорим о том используют ли тестировщик программный код для автоматизации своей работе то здесь можно выделить ручное тестирование и автоматизированное тестирование с помощью написания каких-то скриптов то есть программного кода который будет наши тест-кейсы запускать просто запуская наш программный код это очень сильно облегчает и ускоряет работу тестировщика но опять же для разработки авто тестов требуется гораздо больше времени большее количество технических скиллов у специалиста также автоматизированные тестировщики а получают большую заработную плату чем ручные тоже имейте это ввиду когда вы будете выбирать ту или иную специализацию в тестировании также тестирование существуют специалисты узкого профиля которые занимаются примеру только нагрузочным тестирование либо же тестирование безопасности тестированием accessibility либо тестированием юзабилити также об этих видах тестирования вы можете узнать в соответствующих видео на моем канале ссылки на которые сейчас появится вверху экран да и вообще подписывайтесь на данный канал если вам интересна тема тестирования каждую неделю я рассказываю что-то новое о нем к сожалению в университетах нет такой специальности как тестирование поэтому в освоении этой профессии вам могут помочь платные курсы специальная литература видео уроки и конечно же видео по этой теме в youtube также если мы говорим о d в команде то в ней существует такая позиция как бизнес-аналитик сокращенно на английском это будет бери либо же бизнес-аналист то есть это такой человек который занимается сбором требований от заказчика переводит их в удобно читаемый формат для всех участников команды разработки и служит source of truth на проекте ключевая задача данного специалиста это коммуникация со всеми участниками проекта бизнес-аналитики работают с большим объемом информации отвечают за написание документации проектной документации например это могут быть спецификации различных функциональностей которые мы должны реализовать и доставить нашему заказчику стоит отметить что бизнес-аналитики должны очень хорошо знать английский язык пожалуй даже лучше чем тестировщики так как я уже сказал их ключевая задача эта коммуникация с нашим заказчиком и если аналитик не сможет с ним нормально разговаривать переводить информацию которую доносит заказчик до него а также в дальнейшем эту информацию английском языке переводить в тот текст который будет понятен участником команды разработки то такой аналитик будет достаточно плохо как специалист поэтому обязательно для этой сферы для этой специализации нужен английский язык если мы говорим о бизнес-анализе то чаще в эту профессию приходят тоже с курсов выбор которых зависит только от вас и вашего анализа вообще выбор любых курсов любой школы зависит только от вас то есть например как я выбирал свою школу для обучения в тестировании я провел качественный research по крайней мере мне так показалось то есть я изучил все школы которые существовали в беларуси изучил стоимость различные программы которые предоставляли эти школы прочитал отзывы о преподавателях и о самих курсах о возможностях трудоустройства после них то есть вот эти все факторы я оценил оценил риски и только после этого я пришел к тому выводу что вот школа которую я выбрал она действительно соответствует всем моим критериям и я не попаду в просаг поэтому очень тщательно подходите к этому вопросу перед тем как выбрать платный курс если же все-таки выберите именно их также хотелось бы отметить что чаще всего войти если мы говорим о людях которые решают сменить сферу деятельности заходят через тестировщик а его бизнес-аналитика возможно продукт-менеджера поэтому я бы в первую очередь советовал вам обратить внимание на эти специальности если у вас не технического образования вы данный конкретный момент работаете какой-то другой сфере не связаны вообще с технологиями и выбираете эту сферу в которую вам можно было бы пойти войти поэтому тестирование бизнес-анализ и продукт-менеджмента для вас не кажется идеальным возможно даже еще дизайн возвращаемся к нашим специальности еще один важный человек на проекте это дизайнер думаю объяснять чем занимается этот человек вам не нужно опять же в зависимости от того с чем ему придется работать выделяют web дизайнеров гейм дизайнеров дизайнеров мобильных приложений также есть такое направление как юарик с дизайн то есть этот дизайнер который отвечает за разработку дизайнов приложения с учетом удобства его использования для конечного пользователя данные специализации можно научиться как в университетах так и на курсах и заработная плата таких специалистов будет ближе к тестировщикам и аналитикам и вот как раз я часто упоминал продукт-менеджмент поэтому поговорим о нем если мы говорим о базовых в моем понимании позициях то также на проекте стоит выделить а продукт-менеджера либо же project-менеджера и бывающие называют п.м. project-менеджер это специалист чей главной задачей является управление проекта в целом то есть проектирование и расстановка приоритетов в работе планирование выполнения задач контроль коммуникация а также оперативное решение проблем по сути это главный человек на проекте который организует работу в команде и управляет ей опять же для данной позиции критично является знание английского языка и освоить эту специализацию можно на различных курсах также в командах могут быть dba либо же администраторы различных баз данных с которыми работает наша программа то есть они управляют этими данными и занимаются работой баз также можно выделить devops инженеров которые занимаются внедрением методологии devops самым первым приближение это системные администраторы однако в понимании devops это не совсем так потому что devops синхронизирует все этапы создания программного продукта от написания кода до тестирования и выпуска приложения такой специалисты также контролируют отделы разработки и администрирования плюс автоматизируют выполнение их задач внедряя различные программы инструменты то есть назвать этого человека просто системным администратором нельзя также если мы говорим о далекой от технической составляющей позиции в айти это рекрутеры и люди которые управляют человеческими ресурсами на проекте то есть это и чары рекрутеры занимаются поиском новых специалистов проводят первые этапы интервью коммуницируют соискателями оформляют доступные вакансии для соискателей то есть именно от этих специалистов зависит наполнение офиса крутыми спецами и как по мне они являются первым звеном в построении успешной эти компании если мы говорим об и чаров менеджерах то они управляют отдельными командами рекрутеров и других и чар специалистов организуют их работу и руководят своем непосредственном отделе также хотелось бы отметить что придя войти вы можете расти по карьерной лестнице как внутри выбранной вами специализации так и переквалифицироваться в других специалистов так нормальной практикой является переход из тестирования в бизнес-анализ и разработку из бизнес-анализа в продукт-менеджмент из разработки в автоматизацию тестирования таких взаимосвязей может быть бесконечное количество помните что все зависит только от вас и от тех знаний которые позволяют вам без труда осуществить такой переход а на этом у меня все надеюсь что данный краткий экскурс помог вам немного разобраться в разнообразии эти сфер и теперь вы стали понимать роли и обязанности специалистов на проекте обязательно подписывайтесь на этот канал в комментариях пишите работаете вы или нет в сфере идти если да то кем возможно вам есть что рассказать моим подписчикам об этой сфере милости прошу к нашему шалашу пока и и и и и